МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу и сейчас коротко о главных темах среды. Опустошили полки, болезненный ажиотаж в магазинах, прокатившийся по стране, добрался и до Ноябрьска. Вернут невозвратное в РЖД сообщили, как можно сдать билеты. Участки дороги Салихарт-Надым соединили, когда закончат строительство сквозного пути. На Ямале выросло число госпитализированных из-за контакта с больными коронавирусом. Новые данные публикует оперативный штаб. Подтвержденных случаев заболеваний в регионе по-прежнему нет. По данным на 9 утра, госпитализированы из-за контакта с заразившимися 16 человек. В начале недели таковых было 13. Увеличилось и число тех, кто на самоизоляции. С 73 до 112. Тем временем медики заявили о новой волне ОРВИ и гриппа на Ямале. По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости за неделю превысил установленный порог почти на 10%. Что касается гриппа, то по данным на 16 марта, на Ямале зарегистрировано 607 заболевших. Только 71 человек был привит против гриппа. Остальные заболевшие не вакцинированы. Ямальским вахтовикам компенсируют вынужденный перерыв в работе. Глава «Газпромдобыча» на дым Игорь Мельников сообщил, что в период межвахты специалисты получат аванс. Его размер составит до половины должностного оклада с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Вахту на объектах полуострова Ямал газовики разово продлили. На разных объектах на разное время. В течение года те сотрудники, что сейчас вынуждены работать дольше, дольше будут и отдыхать. С марта мы разово увеличиваем продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до 2,5 месяцев. На объектах на дым порт Азовского региона до 1,5 месяцев. Режим повышенной готовности в действии. В ноябрьске оперативно ввели меры, направленные на профилактику коронавируса. С 18 марта школьники отправились на каникулы, а на предприятиях города мерят температуру и проводят генеральные уборки. Как в городе готовят заслон опасной инфекции, расскажет Юлия Морева. Костюмы химической защиты и респираторные маски. Но это не зона обсервации, а салон общественного транспорта. Люди в полном обмендировании проводят дезинфекцию. Специальным раствором протирают все от пола до поручней. И так дважды в день. Санитарной обработке подвергается каждый пассажирский автобус, что выходит на линию. Практику мы это ввели на постоянной основе. И будем эту обработку проводить круглогодично. Мы принимаем максимальные меры безопасности и внутри себя, в коллективе, и, соответственно, при работе с нашими пассажирами. Салфетки дезинфицирующие, безусловно, у нас приобретаются. Пертовые. Они будут выданы водителям, которые работают именно с наличкой. Вот. Маски тоже закуплены. Сейчас ждем очередной отгрузки масок. В общем, все есть. Профилактический мер ввели не только в общественном транспорте. Сервисы заказа такси также разослали рекомендации своим водителям. Рекомендуют проветрить машину, чтобы водитель остановился, проветрил машину. Потом приходит также сообщение о влажных салфетках, чтобы протирали руль, руки, панели, сиденья и так далее. Это постоянно на основе последнее время. Несколько раз в день приходит. В ноябрьске объявлена всеобщая дезинфекция. На борьбу с коронавирусом вышли коммунальщики. Многие управляющие компании наводят в подъездах стерильную чистоту, моют полы с хлоркой и обеззараживают контактные поверхности. Влажные уборки стали еще чаще. Будем проводить обработку хлоросодержащими средствами не один раз в месяц, как это по договору с собственниками, а четыре раза в месяц. То есть каждую неделю один раз. Управляющая компания берет на себя эти расходы. В транспорте, дома и на работе. Из-за угрозы коронавируса и работодатели предприняли меры безопасности. На предприятии «Энергогаз-Нояброс», к примеру, действует особый режим. Пропуск посетителей в административное здание ограничен. А к состоянию сотрудников уделяется повышенное внимание. Работников встречают на входе антисептиками для рук, тепловизором и термометром. Ежедневно проводим измерение температуры тела работников общества. Работники, у которых выявлен факт повышенной температуры, это выше 37 градусов, отстраняются от работы с последующим обращением в Найбуско-Центральную городскую больницу. Отменены служебные командировки. Сотрудники, которые уходят в ежегодный отпуск, настоятельно рекомендованы не посещать страны с эпидемиологическим порогом заболеваемости. Девочки, дайте знать, слышно меня или нет, и я начинаю. Ситуация с коронавирусом уже сказалась на всем образе жизни. Во многих спортивных учреждениях отменены тренировки, а преподаватель йоги Лилия Жилина решила перевести занятия в онлайн-формат. Люди могут позаниматься в любое удобное для себя время, в домашних условиях комфортных своих. И минусы, конечно, тоже небольшие есть. Нет личного контакта преподавателя с учеником. Все-таки личный контакт, на мой взгляд, он лучше, когда я вижу человека, что он делает так, что он делает неправильно, и могу в ту же секунду подойти человека поправить. Пока выбора нет. Планируем в ближайшие две недели заниматься в таком режиме, но надеемся, конечно, что совсем скоро мы восстановим прежний режим занятий. До 1 апреля пока, потом посмотрим. Особый режим, не повод менять привычки, отказываться от спорта не советуют ни тренеры, ни медики. Лучше занятия дома, чем совсем ничего. Спорт укрепляет иммунитет, а крепкое здоровье, лучшая защита от вирусов. Юлия Морева, Евгений Адемин, Александр Иванов, Алексей Дмитриенко. Ноябрь с 24. В связи с ситуацией по коронавирусу управление по физической культуре и спорту переносит спортивные мероприятия и ограничивает доступ населения в спортивные комплексы. В том числе и для посетителей, которые занимаются на платной основе. Для спортсменов тренировки будут проходить дистанционно. Они будут заниматься индивидуально, а контролировать выполненные задания будет тренер. Сейчас в ведомстве разрабатывают необходимые методические рекомендации. Что касается частных фитнес-залов, то и им в ближайшее время будут даны рекомендации. Мы подготовлены рекомендательные письма с просьбой руководствоваться вышеназванными законодательными актами, документами. И каждому руководителю учреждения, частного клуба или общественной организации под роспись это будет включено. Это уже делается с сегодняшнего дня. Чтобы они аналогичным образом поступали в отношении своих объектов. Помимо учреждений спорта, свою работу в городе приостановила и сфера культуры. Каникулы объявлены в учреждениях доп. образования, музыкальных школах и школах искусств. Приостановлены занятия в кружках и студиях. В кинотеатре «Русь» с 18 марта отменены все кинопоказы. К слову, второй кинотеатр «Парк Синема» продолжает свою деятельность. Музейный ресурсный центр приостановил работу выставок, а также музейные занятия и мероприятия. Будет ограничен доступ посетителей и в интеллект-центр. Сотрудники напоминают, что многие услуги можно получить дистанционно через сайт. В деятельности городской администрации также произошли перемены. Запланированные на 19 марта публичные слушания о гаражах в 8 микрорайоне отменяются. Также не состоится день бесплатной юридической помощи, запланированный на 20 марта. Особые меры предпринимает и Почта России. В частности, некоторые сотрудники перейдут на дистанционный формат работы. Других обеспечат средствами, необходимыми для профилактики инфекционных заболеваний. Также компания обращается к клиентам, призывая чаще использовать дистанционные каналы обслуживания. К примеру, на сайте или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн. Или заказать доставку отправлений курьера. Несмотря на вводимые меры, отмечают в Почте России, отделение продолжит функционировать в полном объеме. Жители Ноябрьска могут вернуть невозвратные ЖД-билеты. Об этом журналистам «Ноябрь за 24» сообщили в уральском филиале федеральной пассажирской компании. В сложившейся в стране эпидемиологической обстановке люди начали отказываться от поездок не только за границу, но и по России. В связи с этим в РЖД сделали исключение. До 10 апреля невозвратные билеты можно сдать обратно в кассы и вернуть за них деньги. Если же пассажир купил проездной документ, но сейчас находится в больнице или в режиме самоизоляции, он сможет сдать билет после выздоровления. Для этого нужно будет предъявить в кассе справку от медиков. В этом случае за возврат возьмут комиссию. Чуть больше 200 рублей. Болезненный ажиотаж вокруг продуктов питания и средств личной гигиены, который наблюдается по всему миру, добрался и до Ноябрьска. В магазинах города километровые очереди. Только за одни сутки количество продаж увеличилось в три раза. Продавцы отмечают, что такое происходит лишь в канун новогодних праздников. Наша съемочная группа побывала в торговых точках и узнала, кто виноват в ажиотаже. Новая болезнь или курс доллара. Ждет ли Ноябрьск дефицит товаров и какими запасаются в промо. В общем, пришли в магазин, хотели взять тележку, тележки найти не можно. Вот тележка. А, вот, кстати, освободилось. Поехали. В общем, ажиотаж бешеный, собственно, и очереди. Тут, наверное, в очереди нужно час постоять, чтобы расплатиться. В общем, посмотрим, насколько у нас в городе дефицит продуктов, насколько можно купить товары первой необходимости, начиная от гречки, заканчивая туалетной бумагой. Да, кстати, на нее спрос тоже вырос, говорят. Слухи о том, что с полок сметают все, оказались вовсе не слухами. Уже в первом магазине не найти мясной продукции, макарон и круп. Товары первой необходимости, которые еще с утра были, к вечеру стало невозможно купить. Гречка. Вот, как всегда, с гречкой у нас проблемы. Видимо, самая любимая в народе крупа. Да, даже, ничего себе, даже за 106 рублей гречка, смотрите, она раскуплена. Вся. Такая картина почти во всех магазинах города. Вот так выглядит товарный дефицит. Полки с бакалеей полупустые. Консервы, соль и сахар люди закупают впрок на несколько недель вперед. Консервы, получается, вот кукуруза, горошек. Люди активно покупают. Если что, будет голодное время, это спасет. Потребительский ажиотаж в ноябрьске начался в понедельник вечером. После того, как интернет засыпало видео из магазинов, сделанных в разных городах нашей страны. Везде пустые полки, большие очереди. Это и повлияло на наших горожан. Скорее всего, это связано только с коронавирусом. Доллары раньше же скакал, но продукты ажиотажем таким не пользовались, как сейчас. Скорее всего, да, народ закупается и делает какие-то заготовки. Именно по случаю с коронавирусом и ожидает, наверное, какую-то обстановку, что не будут выпускать, сами не будут выходить. За одни только сутки товаров распродано в три раза больше, чем обычно. Продавцы к наплыву клиентов оказались не готовы. Во многих торговых точках в связи с этим пришлось выводить даже дополнительный персонал. Массовый ажиотаж на продукты питания сами ноябрьцы воспринимают по-разному. Одни быстрее бегут за покупками. Прекращается транспортное соединение, там самолеты, школы закрываются, все, карантин. Может просто не быть в магазинах поступления, я так думаю. Другие пытаются сохранить самообладание и считают, что все происходящее не более чем искусственный ажиотаж. Все говорят, что не надо паники, и это все начали ударяться в панику. А вы сами панике подверглись или нет? Я беру товары, которые мне нужны сейчас, а не на месяц в изоляции. Некоторые предприниматели только подогревают искусственный интерес, взвинчивая цены на популярные продукты почти в два раза. Тем временем сетевые ритейлеры уверяют, несмотря на полупустые полки в магазинах сейчас, склады полны. Сетевики уверены, что через 2-3 недели спрос потребителей опять уменьшится. Тем временем машины с товаром уже едут на Ямал. Елена Жаркова, Виталий Киргинсов, ноябрь 24. Закрытие ряда международных авианаправлений и ослабление курса рубля грозит авиации кризисом. В третьем квартале, по мнению ряда аналитиков, возможны банкротства. Большинство расходов привязаны к курсу валют, техническое обслуживание, зарплаты пилота. Рынок топлива также международный. Зарабатывать перевозчикам удавалось в основном на международных направлениях. Авиакомпании уже предлагают пассажирам перелеты внутри страны на выгодных условиях. Но большого спроса нет. Правительство объявило о выделении из резервного фонда 300 миллиардов рублей. В том числе и для поддержки отрасли авиаперевозок. Объявлено также об отсрочке уплаты налогов для авиакомпании и туристской отрасли. Важный этап строительства трассы Салихард-Надым. Все участки будущей дороги соединены между собой. Накануне рабочие закончили отсыпку землей последний отрезок дороги. До конца года его покроют щебнем. Кроме того, сейчас ведется строительство последнего из 58 мостов. Напомним, глава региона пообещал к концу 2020 года открыть сквозной проезд по автодороге Надым-Салихард. Кредит на жилье под 3% годовых. Ямальцы могут получить такую льготу по программе сельской ипотекам. Потратить деньги можно как на покупку квартиры с первичного и вторичного рынка, так и на приобретение дома или земельного участка. Главное условие – недвижимость должна находиться в деревне, поселке или городе с населением меньше 30 тысяч человек. Заявки уже начали принимать. Претендовать могут жители региона с 21 года до 75 лет. Максимальная сумма – 3 миллиона рублей. Есть и первоначальный взнос. Он должен быть не меньше 10%. Пернатый Ямал возвращается в Ноябрьск после реабилитации. Белая сова, которую в прошлом году приняли в Новосибирске на лечение, уже прошла необходимый курс восстановления и может летать самостоятельно. Об этом журналистам сообщили в Центре реабилитации диких животных. Теперь специалисты ищут того, кто готов сопроводить птицу в Ноябрьск. Поэти кормить в дороге не нужно, открывать, проветривать тоже. В Ноябрьске птицу встретит волонтер. Далее мои коллеги расскажут о погоде и спорте. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...